Сегодня мы поговорим о покаянии. Мы все знаем, что такое покаяние, правда, слышали не один раз. На АБВ, наверное, многие были, может быть, большинство. А кто ещё не был, приходите на АБВ по понедельникам в 7 часов вечера, вы узнаете всё, что вы ещё пока не знаете, зададите любой вопрос, который вас интересует, и будете знать намного больше, станьте намного крепче и мудрее. Я так назвала тему «Единственный путь к истинной вере». Мы поговорим о том, что же такое истинное покаяние. Мы поговорим, что же такое раскаяние или сожаление. И мы поговорим, что же такое истинная вера, в конце концов. Потому что истинный христианин — это тот, который покаялся действительно искренне, и тот, который ходит в истинной вере. Что значит «покаяться»? Покаяться… В общем, я это почему говорю? Я говорю, Господи, я не понимаю, почему это надо говорить, но вот почему-то надо это говорить. Может быть, для того, чтобы мы больше поняли, что это такое, откуда эта вера берётся и как её сохранить, и чтобы мы просто исследовали себя и научились всё-таки признавать свои ошибки и каяться в своих грехах искренне. Чтобы мы понимали, что такое раскаяние, а что такое покаяние. Мы об этом поговорим, не буду забегать наперёд. Тут будут примеры некоторые из Библии, как кто поступал и что из этого получилось. И в конце концов мы найдём тот путь, который приводит нас к истинной вере. «Покаяться» с греческого языка переводится, и тут несколько есть таких определений. Это передумать, повернуться, вернуться, возвратиться. И ещё очень часто мы об этом говорим, пойти в противоположном направлении. Правильно? Человек непокаянный идёт от Бога, покаяться и возвращается в обратную сторону, к Богу. Сутью самого покаяния является не эмоцией, это не эмоциональное переживание, а это решение, внутреннее решение. Это покаяние, это не то, что мы, когда мы проливаем слёзы, горько плачем, мы сожалеем. Это не сожаление о том, что мы сделали, совсем нет. Человек может переживать, выказывать какие-то эмоции, но остаться всё равно непокаянным и неспасённым. Покаяние, тем более, это никакой нерелигиозный обряд, никакое-то там установление, это не какой-то ритуал. Можно пройти множество разных всяких ритуалов, которые говорят, вы знаете, наверное, слышали, поломнищество в Израиле, там есть много ступенек, туда надо дойти, и на каждой ступеньке чуть ли не лбом биться. Короче, тогда, когда ты придёшь туда, аж наверх, вот тогда ты действительно получишь прощение грехов или исцеления, или ещё что-то. Это ритуал своего образа какой-то, это какое-то установление. Человек так установил, от этого вы дойдёте, и, может быть, кто-то и получает исцеление, потому что отдаётся то поверье. Если та больная женщина, да, с кровотечением, она себе сказала, приду, прикоснусь, как только прикоснусь и получу исцеление. Да, она прикоснулась к Христу. А человек сказал, вот эту вот таблетку вот эту выпью и буду здоров. А иногда и получается, наверное. А тут тоже, вот дойду вот до этого верха, до самого края, точно получу исцеление. Может, кто-то и получает по вере, что вот я дошёл и получил. Но это всё равно на время. Истинное исцеление, оно не придёт просто так, вот через какие-то ритуалы. Истинное новозаветнее покаяние, оно состоит именно в твёрдом решении внутреннем и в изменении ума. Вы согласны со мной? Ветхозаветнее покаяние. Тут немножко наоборот. У людей сначала внутри что-то происходит, какие-то изменения, а потом уже это как внешний факт, внешнее проявление, жертвоприношение. Если бы люди не каялись искренне в Ветхом Завете, то там написано что? Что Бог, ну приходило сразу же наказание, правда? Там очень было серьёзно. Это сейчас у нас время благодати, мы можем неискренне покаяться, ещё Бог милует нас, и какое-то время даёт нам шанс всё-таки опомниться, всё-таки задуматься, оценить себя, исследовать себя через Слово Божье, и в конце концов всё-таки покаяться, очиститься и осветиться. Это и водой. Когда человек рождается на земле, он грешный, правда? Каждый человек, он рождается на земле, он грешный. Несмотря на то, что он ничего не сделал, вот эта греховная плоть, она у человека есть. Этот человек невозрождённый, и вот в этом состоянии человек с самого рождения стоит спиной к Богу, лицом он стоит к тьме. Правда? Он стоит спиной к небу, что является нашим домом истинным, куда мы должны в конце концов прийти. И он повернулся лицом к греху, то есть он к миру повернулся своим лицом. И каждый сделанный шаг этим человеком, он всё время приближает его к аду, к вечной погибели, к смерти и отдаляет его от Бога. Поэтому каждому человеку, который живёт на этой земле, однажды нужно остановиться, задуматься о том, как он живёт, что с ним происходит, переменить свои мысли, повернуться совершенно в другом направлении, изменить свой курс, повернуться лицом к Богу, спиной к тьме, к греху, к миру и пойти в этом направлении. Он должен принять решение пойти в этом направлении и потом сделать этот шаг. Я хочу привести пример, пример самого покаяния, а потом два примера я приведу о сожалении, то есть о раскаянии, когда приходит только раскаяние, без покаяния. Давайте возьмём блудного сына. Луки, 15 глава, с 11 по 32 стих. Мы не будем всё это местописание читать, оно длинное. Вы можете домой прийти и дома его прочитать, поразмышлять. Но я думаю, что в основном большинство вы знаете эту историю. Что произошло? У отца было два сына. И один пришёл и сказал, «А дай мне моё наследство. Я сам хочу распоряжаться им, как я хочу. Я уже взрослый». Ну что же, отец дал ему наследство, дал ему имущество, и он пошёл в дальнюю страну. Он всё это промотал, расточил, живя распутно. в конце концов он пришёл в такое состояние, он всё абсолютно потерял. Он пришёл в себя и смотрит голодный, оборванный, среди свиней, представляете, это хлеву какую-то, одинокий, никого нет, но никому не нужен. он хотел хоть что-нибудь бросить в желудок покушать, и ему никто не давал. И тут он вспомнил, Боже мой, мой отец состоятельный человек, у него есть наёмные рабочие, он им платит щедро, он заботится о них, а я сижу тут и нуждаюсь. И что он делает? Он принимает решение. В 18 стихе он говорит, встану и пойду к отцу моему. Но это решение он принял тогда, когда он полностью смирился и сказал, приду и скажу, Господи, отец, прости меня, я виноват и перед тобой, и перед Богом. Возьми меня в наёмники к себе, в наёмные рабочие. То есть он смирился полностью и уже отказался от всего. Он же ни на что не претендовал. И сказал, встану и пойду. И тут же, в 20 стихе, что он сделал? Он встал, то есть своё решение привёл в действие. Он встал и пошёл к своему отцу. Покаяние — это не только наше решение, но это ещё и действие. И вот это вот символизирует истинное покаяние. Во-первых, что произошло? Произошло внутри человека изменение, произошло в уме, в уме, в мозгах произошло изменение, и потом он взял и это сделал. Вот это истинное покаяние. Если же человек принимает решение, но это решение оказывается несерьёзное, потому что человек продолжает дальше жить, значит, не было истинного, искреннего покаяния. Поэтому по ходу того, как мы будем говорить обо всём этом, я прошу, давайте мы будем каждый исследовать своё сердце, потому что если мы считаем, что мы пришли к Богу и однажды искренне раскаялись перед Богом, и мы стали святыми, праведными, чистыми, беспорочными, то мы ошибаемся, потому что иногда я не говорю о таких грехах, которые уже там, которые действительно конкретно нельзя делать. Осудили кого-то, бунтовали где-то на кого-то, сплетню какую-то, сказали ещё чего-то, но мало ли что могло произойти, поэтому мы всегда должны стоять перед Богом и знать, что Он смотрит в наше сердце, и поэтому исследовать себя и каяться, очищаться, чтобы быть перед Богом без пятна и порока. Так давайте теперь вспомним, что же такое каяться? Что значит каяться? Каяться прежде всего это признать свои грехи, да, и признать себя виновным в том, что я виноват, я нарушил, я не прав. А что такое раскаяние? Раскаяние отличается от покаяния тем, что раскаяние — это всего чувствовать внутри, это почувствовать внутри себя сожаление о том, что я сделал неправильно. Вы поняли, о чём речь? Раскаяние, я раскаялась в том, что я сделала, но я не покаялась. Я раскаялась, я очень сожалею о том, что я совершила, что я сделала. А покаяться — это признать свою вину, покаяться в этом. Так что же такое сожаление, к чему оно может привести, если нет истинного покаяния? Два примера. Первый пример — давайте вспомним Иуду Искариота. Об этом написано в Матфея 27, 3, 5, с 3 по 5 стих. Тут написано. «Тогда Иуда, предавший Его, то есть Иисуса, увидев, что Он осужден, на смерть осужден, раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предавая кровь невинную». Они же сказали Ему, «Что нам до того? Смотри сам». И бросив сребреники в храме, Он вышел, пошел и что сделал? Но написано, что Он раскаялся. Не произошло поворота полного в жизни, правда? Мы читаем о том, что Иуда, когда предал Иисуса, тем более за деньги, и он увидел, что Иисус осужден на смерть, он очень пожалел об этом. Он сам, конечно, не ожидал. Кто, когда делает неправильные поступки, ожидает чего-то плохого? Нет, никто не ожидает. Удовольствие какое-то там получает. Он не думает о том, что придется расплачиваться за это. Так произошло и с ним. Он предал, потому что он все время бунтовал, он всегда был не согласен с Иисусом. И по поводу пожертвования, и по поводу других вещей, он с ним не соглашался. И считал, что Иисус неправ. Он что сделал? Он испытал действительно сожаление внутри. У него была горечь внутри от того, что он неправильно сделал. Но не произошло истинного покаяния, библейского покаяния. Он не повернулся сердцем к Богу. Он не избавился от этого. Вспомните Петра, который трижды отрекся от Иисуса. Что он сделал? Он покаялся. И Божья благодать его восстановила. А Иуда Искариот не покаялся. Он только сожалел о том, что он сделал. Пошел и удавился. Подписал себе приговор. В Деяниях 1.25 там написано, что Иуда отпал, чтобы пойти в свое место. Я взяла другие переводы, там написано, который ушел, куда ему суждено. И еще в одном переводе написано, отправился туда, где ему надлежит быть. Поэтому, когда мы что-то делаем в своей жизни, у нас есть руководство к жизни, мы должны думать о том, а к чему это нас приведет, где мы окажемся. Иуда зашел слишком далеко. И получается, я не знаю, просто можно представить такую ситуацию, что согрешил, сделал неправильно, подло поступил. Но получилось так, что, наверное, это эмоциональное у него было такое состояние, вот когда в таком состоянии люди делают необдуманные поступки, в горячности. Но всего же может быть. Тот за нож хватается, тот еще за что-то. Правда ж? А он взял, ну сколько люди сами собой поканчивают жизнь самоубийством, потому что что-то не так, с чем-то они согласны, кто-то обидел, не смогли пережить и так далее, и тому подобное. И тот момент покаяния, всегда же, Бог же каждому дает шанс, дает этот, есть этот момент покаяния, дверь эта всегда открыта. Но человек или входит в эту дверь, или он просто захлопывает перед собой вот эту дверь, куда уже невозможно возвратиться, он приходит в точку невозврата. И это, между прочим, очень ужасный и отвязляющий для нас пример, чтобы мы никогда не принимали в расстроенном состоянии какие-то решения. Даже если что-то в жизни у нас и не произошло так, как хотелось бы, или не произошло правильно, прежде всего нужно успокоиться, обратиться к Богу, обратиться к Слову. Обязательно найдете ответ, каким образом поступить, но, естественно, не ломать дрова и не делать то, чего не надо делать. Он своим упрямством своим и своим своеволием, это большие, огромные грехи человека, своеволие. Моя воля, как я считаю, нужным, как мне, нравится, как я хочу. И вот этим своеволием и вот этим своим упрямством каждый человек может действительно зайти очень сильно далеко, откуда уже не будет этого возврата. Поэтому мы свою волю должны подчинить Богу. А Бог нам обязательно поможет выйти из любой ситуации. Еще один пример, давайте вспомним Исава. Евреям, 12 глава, 16-17 стих. «Который за одну снеть отказался от своего первородства, ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Он сделал определенный поступок». И это серьезный поступок. Вы об этом, о всей истории вы можете прочитать в Бытие 25, 26, 27 глава, как они родились, что там дальше происходило, и как Исау продал это первородство, и что там дальше было. Исау поступил глупо и беспечно, неосторожно, легкомысленно. Он не оценил то, что Бог ему дал. Не оценил. И он очень просто расстался со своим первородством, отдав это брату своему за похлебку, за тарелку чечевичной похлебки. В Бытие 25, 34 написано, что Исау пренебрег первородством. А что такое пренебрежение? Пренебрежение — это выражение высокомерного, лишенного уважения и внимания относительно кого-нибудь или чего-нибудь. В данном случае он поступил высокомерно, без уважения и без внимания относительно самого Бога и относительно тех благословений, которых Бог ему дал, и относительно своего первородства. Он пренебрег. И вот этим своим пренебрежением первородству то, что Бог ему сказал, он был старшим сыном, ему должно в Ветхом Завете как было, что первый сын — это первенец, и практически в основном ему переходило всё наследство, а уже остальные сыновья были, ну что-то там тоже им определялось. Но первородному попадало наследство всё. И получалось, он от этого наследства полностью от всего отказался. Полностью, представляете? Пришло время, конечно, он очень пожалел об этом, что он сделал. Он даже попытался вернуть это. Он слёзно просил отца, но это благословение уже было отдано. Всё, его назад забрать нельзя. Ничего уже нельзя было изменить. И вот этим поступком определилась вся его жизнь и его судьба и на этой земле, и, естественно, что и в будущем. И вы знаете, мы живём, я думаю, не в лучшее время. Всегда было хорошее время, да? Всегда, во все времена. Потому что есть, говорят люди, тогда вот было лучше, а сейчас нам тяжело, а потом проходит время, те говорят, вот тогда им было лучше, а нам теперь тяжело. И так это так всегда. И я думаю, что таких Исавов немало и в наше время. И тогда были, и во все времена были, и сейчас. И самое главное нам исследовать своё сердце, чтобы нам не быть этими Исавами, не размениваться по пустякам и не продать своё первородство, потому что мы все первородные у нашего Господа. Мы все наследники. И есть просто, есть этот соблазн, это искушение разменяться, уступить какому-то удовольствию плоти, удовлетворению, какой-то похоти. Есть это. И вот за вот эту вот дешёвку, за какую-то сигарету, за стакан вина, за бутылку пива, за бутылку водки, просто продаться греху, продаться миру, отречься от первородства. Это же ужас. Просто-напросто отказаться от Божьих благословений и от обетования, обещаний всемогущего Бога. Это очень серьёзно. И что потом происходит, если человек уступает своим вожделениям, своим желаниям? В конце концов, он полностью деградирует. У него разрушается жизнь его. И получается, что когда человек доводит себя от такого состояния, что уже дальше некуда, и когда вдруг у него открываются глаза, чего я оказался в такой ситуации, приходит какое-то осознание того, что он когда-то сделал ошибку. Он неправильно поступил, неправильное решение сделал. Пришёл в себя и начинает сожалеть о том, что он сделал. Но он уже поменять не может. Он не может вернуть то время, когда он сделал эту ошибку. Хорошо, если он ещё при здоровье, ещё есть такой шанс вернуться к Богу, и всё начать сначала, хотя это очень трудно. Если человек уже пускается берега, так там уже в основном возвращение практически невозможно. И вот эти все потерянные благословения, он же был в церкви, он читал Библию, он знает, что Бог пообещал ему очень много благословений, и он теперь осознаёт и понимает, что все эти благословения он потерял. Он просто лишил себя всего. И он обнаруживает, что он зашёл очень далеко, откуда нет возврата. Хорошо, если этот человек ещё имеет какую-то возможность хотя бы покаяться в своих грехах и примириться с Богом, и уйти на небо спасённым, хотя бы исповеданным в своих грехах. И что же получается? Какой можно вывод сделать из всего этого? Такого, что человек, соприкоснувшись с Богом, он знает, что Бог благ, Бог милостив, Бог любящий, что у Бога для Него есть очень много разных благословений, что у Бога для Него великая прекрасная судьба, он своими собственными руками уничтожил полностью всю свою жизнь, разрушил себя вообще, лишил себя всякой благодати Божьей, благословений и всего, абсолютно всего себя лишил. И есть ещё такие случаи, что лишает себя и самой жизни, потому что можно было бы ещё жить и жить, а получается так, как получается. Так что же такое истинная вера? Как к ней найти путь, как её получить и как в ней жить? И что это вообще такое? Весь Новый Завет, он утверждает, что истинной вере всегда предшествует искреннее покаяние. Без искреннего покаяния не будет ни в одном сердце истинной веры. Слушайте, когда мы каемся, мы знаем, что Бог даёт нам определённую меру веры. Каждому, да? А эта вера растёт откуда? От слышания слова, да? От слова Божьего. А если не было искреннего покаяния, то этой веры нет. Нет её этой веры. Откуда она возьмётся? Мы можем формально сказать молитву покаяния и считать себя, что мы верующие. Приходить сюда и тут сидеть, и петь псалмы, и слушать слово. Ну а на самом деле мы мертвецы. Марка 1.4. Я так буду по ходу с самого начала Нового Завета, чтобы было более понятно, поговорим, доказывать буду, что вера приходит только после покаяния и после искреннего покаяния. Марка 1.4. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. Иоанн Креститель призывал всех людей к покаянию. Помните, приготовьте путь, да? Он готовил путь к Христу, потому что Мессия не мог прийти в этот народ только потому, что там не было людей спасенных, искренне покаявшихся, куда он мог бы прийти. Он избрал этот народ. Бог впереди Иисуса, впереди Мессии послал Иоанна Крестителя для того, чтобы Он призывал людей к покаянию, чтобы они получали прощение грехов. И вот это вот и был путь тот, который Иоанн Креститель приготовил для Христа. И Мессия, в конце концов, пришёл к Израилю. Когда Он пришёл? До тех пор, пока Израиль не покаялся, Мессия не являл себя Израилю. Правда? Только тогда, когда они начали каяться, тогда явился и Христос, и Мессия. Следующее. Немножко позже, тут же в первой главе Марка, 14-15 стих, мы читаем, там уже и сам Христос говорит проповедь, в которой тоже призывает каяться. Он говорит, это было после того, как Иоанна Крестителя посадили, ну, забрали в тюрьму, вы знаете, в чемницу его посадили. Марка 1, 14-15. «После того же, как предан был Иоанн, пришёл Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Смотрите, покайтесь, и тогда вы будете способны веровать. Почему у нас веры нет? Мы должны смотреть в своё сердце. Почему у нас нет веры? Почему мы не стоим твёрдо в вере? Что-то у нас где-то хромает. Если мы искренне покаялись, то вера есть обязательно в сердце. Её надо практиковать. Дальше. После того, как Иисус был на кресте, умер, воскрес, Он явился своим ученикам, и Он им давал посланничество перед Вознесением Своим. Что Он им говорил? Чтобы они проповедовали покаяние. Об этом говорится в Луке 24, 46-47. И сказал им, «Так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мёртвых в третий день и проповедану быть во имя Его покаянию и прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Опять же, «проповедану во имя Иисуса Христа покаянию». А потом уже они получают прощение грехов и приходит в сердце вера. Вера начинает жить. Деяние 2, глава 37-38. Вы вторую главу Деяний помните. Это день Пятидесятницы, когда Дух Святой пришёл на землю. Начали говорить ученики на иных языках, и там много было народа, и говорят, беснуются там, непонятно, что делают, или пьяные там какие. И тут Пётр услышал, и другие апостолы услышали, и они вышли из этой горницы, и они начали проповедовать. Они начали проповедовать Евангелие Христа распятого. В конце концов, что произошло? Услышали это, они умилялись сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья? То есть они услышали, что что-то услышали, что что-то есть, что может изменить их жизни. Что-то ценное, драгоценное, что-то произошло, они не могли понять, что же теперь нам делать. Они задают вопрос. И Пётр сказал им, покайтесь, докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Духа Святого. Опять же, только через прощение грехов, через покаяние, мы получаем веру, и мы получаем дальше дар от Бога. Тот дар, который Бог вложил в каждого из нас, он начинает действовать, он начинает проявляться. Тогда мы становимся способными и полезными для Царства Божьего. Дальше. Апостол Павел, когда обращался к Ефесской церкви, в Деяниях 20 глава, 20-21 стих, он говорит, «Я не пропустил ничего полезного, о чём вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Кстати, если вы не ходите на домашнюю группу, то вот по домам тоже проповедуется Евангелие. Поэтому, милости просим, приходите, узнайте, где вы поближе, там у вас есть домашняя группа и приходите. «Возвещая Иудеям и Еленам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Опять же, Иудеям и Еленам. Он пришёл, Иисус пришёл к Мессия, пришёл к Иудеям для того, чтобы начать, я читала раньше местописание, начать с Иудеи, с Иерусалима и потом пойти проповедовать Евангелие по всему лицу земли, всем остальным другим народам, Еленам, язычникам, которым мы являемся тоже. Опять же, сначала покаяние, а потом только вера. «Евреям» 6 глава, 1-2 стих. «Посему, оставив начатки учения Христова, то есть основы, то, что в самом начале, это уже немножко отговорится таким, как мы людям, которые уже не первый день, не первый месяц в церкви. Поспешим к совершенству, то есть к зрелости». Вы знаете, совершенство — это зрелость. «И не станем снова полагать основания обращению от мёртвых дел и вере в Бога». В современном переводе написано, «Не будем доказывать необходимость покаяться в делах, которые ведут к смерти, и необходимость верить в Бога». То есть можно в пустословия разные всякие там бросаться и разглагольствовать. А надо нам каяться или не надо нам каяться? А может быть, нам надо просто себя хорошо вести и просто культурными должны быть, и всё. Можно культуру проповедовать, а можно проповедовать покаяние, которое действительно приносит пользу, и результат в жизни каждого человека и даёт жизнь, даёт жизнь вечную. И написано, что мы не должны пускаться вот эти… Это всё потом. Учение о крещении, о возложении рук, о воскресении из мёртвых, о суде и так далее. Это всё придёт потом. Но для начала мы должны оставить вот эти начатки и стать зрелыми, понимать, откуда что берётся и как нам нужно жить, каким должен быть христианин. Что же получается? Опять же, тоже получается, что искреннее покаяние всегда приводит к истинной вере. Опять мы пришли к началу. И без этого искреннего покаяния наша вера — пустой звук. Да, я верю, Христос есть. Я верю, Святая Троица есть. И я верю, что Библия — это Божье Слово. Я в это верю. Какую пользу, какой толк это даст в моей жизни, если я только верю, что это так, как факт? Никакой, правда? Это факт. Я знаю, что это так. Но на этом всё и останавливается. Я говорю, я верующая, потому что я в церкви вхожу, сижу на стульчике. Значит, я верующая. А что говорит моя жизнь об этом? Если проповедуется где-то «только веруй, и всё тебе будет». Да, есть написано «только веруй», но, наверное, Иисус видел там веру в сердце и сказал, не ослабей в вере, а только веруй, и всё будет, всё получишь. Если говорят «только веруй», это не работает. Работает «покайся» и «веруй». «Покайся» и «веруй». В Деяниях 17 глава 30 стих апостол Павел говорит, что сам Бог ныне же повелевает всем повсюду покаяться. Это повеление Бога. Прежде всего, всем повсюду покаяться. И вот в процессе этого покаяния что происходит? Происходит тот поворот. Помните, что я вначале говорила? Возвращение к Богу. Человек остановился, повернулся в другую сторону. Теперь он стоит спиной к тьме, к аду, к погибели, лицом к Богу, к вечной жизни и к дому, куда он должен, в конце концов, прийти. К небесам. Покаяние начинается, мы все знаем, не из человека. Нет человека. Нет нас. Правда? Дух Святой, прежде всего, трудится над сердцем человека и располагает это сердце открыться, осознать свою греховность и признаться в этом, попросить у Бога прощения, чтобы Бог убрал это из его жизни. И написано, что Бог бросает за хребет все грехи, забывает и сказал, «Никогда тебе не воспомяну». Поэтому, если что-то подобное происходит в вашей жизни, что после того, как вы покаялись, и приходит какое-то чувство вины в мозгах все время, как, не знаю, что, «А ты в том виноват, а ты это, а ты это», сказать дьяволу так, «Дьявол!» Написано, «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, прощает нам грехи наши, избавляет нас от всякой неправды. Убирайся вон во имя Иисуса. Я освящен и очищен теперь Богом, Духом Святым, кровью Иисуса Христа пролит из-за меня на кресте». И о том, что покаяние приходит не от Бога, написано в Иоанна 6 глава, то есть не от человека, а от Бога, написано в 6.44 Иоанна. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечёт его отец, пославший меня». Иисус сказал, это Иисус сказал, что никто не может прийти к Богу, никто не может самовольно, сам по себе покаяться и получить спасение, прощение грехов, если только Бог не прикоснётся к его сердцу, и если только Бог не избавит его от этих грехов. Если нас кто-то привёл сюда, это хорошо, Бог использовал какого-то человека, вернее, употребил какого-то человека. Может быть, какую-то передачу, телерадио, может быть, какую-то газету, может быть, где-то вы что-то увидели, но это просто тот инструмент, через который Бог действовал для того, чтобы вас привлечь к себе. Бог всегда призывает. Бог всегда даёт этот призыв в жизнь каждого человека. И тот человек, который откликается на этот призыв, он получает эту веру, он получает спасение, спасающую веру, и получает вечную жизнь. Тот человек, который не принимает, не откликается на этот призыв. Что происходит? Человек продолжает идти в том же направлении, в каком он шёл, отдаляется и дальше от Бога, приближается к аду, приближается к погибели, приближается к смерти, к вечному разделению от Бога. Это очень страшно. В Луки 13 глава, 3-й и 5-й стих, там говорится, что «если не покаетесь, все погибнете». Это кому написано? Это не для мира написано, это написано для церкви. В этой 13 главе, если вы помните, там написано о том, что Пилат смешал жертвы с кровью. Люди приносили жертвоприношение там какое-то, и он там всё смешал, и этих людей с этими жертвами, то есть эти люди погибли. Потом ещё там ниже в стихе написано, что башня какая-то там упала на каких-то людей, села Амская, да. И это Иисус говорит, если вы думаете, что они были грешнее, чем вы, то вы ошибаетесь. Они погибли, так погибли. Но мы не знаем, как мы можем, не дай Бог, погибнуть, если будем оставаться в своих грехах. И где нас что ждёт. Когда мы живём в святости и праведности, то мы защищены той же святостью, той же праведностью, потому что мы находимся под покровом Бога. Как только мы выходим из-под этого покрова, мы просто позволяем нашему врагу не просто строить планы разрушительные на уничтожение, а осуществлять их. Поэтому нам надо быть очень интересными. Интересными. Интересоваться вот этим словом. Я имею в виду интересоваться. Мы должны быть внимательными. Интересными, внимательными. А Слово Божье должно быть всегда центром. Должно быть приоритетом, главным приоритетом в нашей жизни. Это Слово Божье — это хлеб, Слово Божье — это вода, Слово Божье — это жизнь, Слово Божье — это всё. И если мы напитаны этим Словом Божьим, мы будем знать, какое правильное решение, мы будем принимать это решение, мы будем действовать таким образом. И тогда по нашему образу жизни будет видно, что мы действительно христиане, что мы действительно верующие, и что действительно на нас стоит печать Духа Святого, что мы написаны письмо Христово. Люди смотрят на нас и берут пример, потому что мы поступаем не так, как поступает этот мир. Я хочу просто в конце задать вам несколько вопросов. Прежде всего, себе эти вопросы задаю. И давайте мы подумаем и дадим каждый сам себе ответ на эти вопросы. Что мы делаем в этой церкви вообще? Почему мы сюда ходим? А если мы в этой церкви что-то делаем, как мы это делаем? Какой мотив в нашем сердце? Для кого мы это делаем? Зачем мы это делаем? Зачем? Если мы не можем ответить на этот вопрос «зачем?», нам надо молиться, нам надо брать пост. Потому что мы можем что-то делать, вроде бы как для Бога, но без Бога. А это просто ритуал. Есть ли в наших сердцах вот это истинное покаяние? Искреннее покаяние. Есть ли у нас вот этот сокрушённый дух постоянно перед Богом? Ходим ли мы в смирении перед Богом? Понимаем ли мы то, что Он всё видит, и для Него ничего не скрыто? Тяжело нам признать свои ошибки или нет? Состояние нашего сердца. Мы оправдываем себя или признаёмся? нашли ли мы в своей жизни вот этот путь, который приводит нас к истинной вере? Действительно ли мы верующие? Каким путём мы идём? Путём веры или путём своих желаний, исполнения своих прихотей? Тверда ли наша вера? Уверены ли мы в Боге? Уверены ли мы в истине Его, в том обещании, которое Он нам дал? Знаем ли вообще мы это обещание? А жизнь наша подтверждает то, что мы действительно живём в истинной вере? Я думаю, да, да. Да будет так. Давайте помолимся. Давайте преклоним свои головы. Назадавало вопросов. Теперь надо размышлять и давать на них ответы. Отец Небесный, мы приходим сейчас к Тебе во имя Иисуса Христа, во имя Твоего Единородного Сына. Мы преклоняемся перед Тобой, склоняем колени наших сердец перед Тобой, и мы просим, Господь, Твоего прощения за всё, что мы сделали не так. Напомни нам, Святый Бог, что мы делаем не так. Что в нашей жизни не так? Что в нашей жизни шатко, неустойчиво, неуверенно? Во имя Иисуса очисти нас, Господи, освети нас в Свою истину, Святый Бог. Пускай та мера веры, которую Ты вложил в каждое сердце, во время искреннего покаяния, она возрастёт во спасение для каждого из нас. все способности наши святые от Тебя. И мы благодарны Тебе, Господь, за способность от Тебя признавать свои ошибки, признавать свои согрешения, признавать свою вину, каяться в этом, чтобы быть перед Тобой чистыми, чтобы у Тебя была возможность, Святый Бог, открываться нам. Господи, помоги нам познавать Тебя, познавать Твою волю, исполнять её на этой земле, угождать Тебе, Господи, любить Тебя, мой Святый Бог. Помоги, Господь, чтобы в каждом сердце было желание не только Тебе угождать, но прославлять Тебя всей своей жизнью, всеми своими помыслами, своими словами, своими поступками, решениями, своим образом жизни во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за Твоё спасение. Благодарны Тебе за Твоего Сына. Благодарны за пролитую кровь. Спасибо за искупление. Спасибо за усыновление. Мы теперь не чужие. Мы Твои родные дети. Благодарны Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Ты начал однажды своё прекрасное дело в нашей жизни, доброе дело, и мы верим, Господь, что Ты не будешь останавливаться, Ты будешь дальше нас совершенствовать, взращивать, освящать, чтобы мы действительно были Твоей славой на этой земле. Будь прославлен, Святый во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok